Всем привет сравнение смартфонов OPPO Reno4 Pro, версия на 8 гигабайт оперативки 256 гигабайт, встроенной памяти в черном цвете, против Apple iPhone X. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео, а также сравнить стоимость наличия данных устройств. По внешнему виду OPPO сделан из металла и стекла, сзади металлическая его часть, окантовка пластиковая, спереди стекло. iPhone спереди и сзади стекло, окантовка металлическая, квад-камера на задней части против двойной у iPhone, есть джек для наушников у OPPO, также он чуть больше по габаритам, потому что диагональ дисплея у него больше, 6,5 дюйма против 5,8 дюйма у iPhone, дисплеи тут безрамочные. Как я уже говорил, джек для наушников у iPhone нет, у OPPO есть, также OPPO на 2 наносим карточки, iPhone на 1 наносим карточку. Давайте сравним их вот так вот по габаритам, видим, что на сантиметра 2, наверное, да, по высоте больше, OPPO, по толщине они примерно одинаковые, может iPhone чуточку тоньше. По ширине чуть-чуть шире, OPPO, окей. Так, разблокируем наше устройство. И по дисплеям. Дисплей OLED и AMOLED это очень хороший качественный дисплей с Full HD+, разрешением, разрешение Full HD+, что там, что там. Есть отличия и особенности у каждого из этих дисплеев. У OPPO он поддерживает 90 Гц частоту обновления, то есть в полтора раза плавнее, чем у iPhone, а тут стандартный 60 Гц. Но у iPhone дисплей поддерживает 3D Touch, который открывает дополнительный функционал в пользовании текста. То есть удобнее пользоваться текстом, его редактировать, а также некий дополнительный функционал в приложениях из меню. Окей. 90 Гц это повышенный расход батарейки, в случае чего это можно отключить. Если отключить, то OPPO будет держаться дольше, чем iPhone 10 при одинаковой нагрузке. Он продержится дольше в режиме 60 Гц, но в режиме 90 Гц продержится меньше, чем iPhone 10. Хорошо. Переходим теперь к тесту. Geekbench 5. iOS 14.2. Тут Android 10 и ColorOS 7.2. Процессор Apple A11 Bionic 6-ядерный 2 и 3 ГГц, оперативки 3 ГБ, тут 8 ГБ, Android 10 и ColorOS 7.2. Процессор Qualcomm Snapdragon 720J, 8-ядерный 6 плюс 2. Смотрим результаты тестов. Одноядерный и мультиядерный тест, видимо iPhone 10 выигрывает так внушительно. И откроем также тест Antutu Benchmark. Там где этот тест? Открываем Antutu Benchmark. 281 тысяча. Тут 282 тысячи. То есть в Antutu Benchmark устройства примерно одинаковые. Тут одинаково показывает производительность данных устройств. Давайте откроем Play Market и App Store одновременно на устройствах. Так, закроем его. Закрыть все. Также закроем тут все. И откроем, да. Play Market и App Store одновременно. Play Market чуточку быстрее загрузился, но он работает хуже, чем App Store. То есть быстрее загрузился, но работает он целым хуже, чем Play Market. Приложение намного медленнее грузится. Если вот сравнивать скачку каких-то приложений, то в разы будет быстрее, например, в Play Market. Скачивается аналогичная программа. Так, переходим теперь к тесту браузера. Так, перейдем на сайт Samsung. Samsung. Перейдем по этой ссылке. Возвращаем назад. Перейдем по этой ссылке. Возвращаем назад. Видим, стабильно работает что там, что там. Но на iPhone чуточку постабильнее, быстрее грузятся странички. И вот назад, да, моментально идет возвращение. Тут как бы перезагружает страничку заново. В этом плане чуточку iPhone постабильнее. Хорошо, откроем теперь тяжелую игрушку PubMobile. Посмотрим, где она быстрее загрузится. Ожидаем загрузки. Тут скачивается небольшое обновление. Так бы на iPhone на самом деле быстрее бы загрузилась игра. Просто, чтобы было обновление и нужно было переавторизироваться. Так бы на iPhone чуточку быстрее была бы загрузка. Но не намного. Не намного. Сейчас посмотрим, что вот по самому качеству игры. По графике, что там в настройках у нас можно поставить. Так, настройки, графика. На iPhone максимум и ультра. Это максимальный уровень для данного устройства. И тут на уровень ниже, что там, что там. То есть на iPhone игра работает лучше. Хорошо, закрываем. Теперь покажу вам примеры снимков на камеры этих устройств. Тут quad camera, тут двойная камера. Покажу вам примеры снимков на основные камеры этих устройств в сравнении. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maxi Mobile. Комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока. Пока. Пока.